В столице идет подготовка к предстоящему съезду лидеров мировых и традиционных религий. Это будет уже седьмая встреча представителей различных конфессий и авторитетных международных организаций в Казахстане. В условиях обострившихся политических и экономических кризисов, духовные лидеры занимают ключевую роль в укреплении диалога во всем мире. У них нейтральный политический статус. Их миссия – продвижение общечеловеческих ценностей. Наши корреспонденты воссоздали хронологию этого значимого мероприятия, с чего все начиналось, расскажет Камила Тастамбекова. Мы у Дворца мира и согласия. Под куполом этого сооружения, возведенного в форме пирамиды, уже на следующей неделе соберутся представители разных конфессий. Ислама, христианство, буддизма, иудаизма, даосизма и даже джайнизма – древней религии Индии. Всего свыше 100 делегаций из более чем 50 стран. Причина этому – седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий. После пандемии с последующей затем геополитической напряженностью это событие обретает особый смысл. Оно напоминает нам, как на самом деле хрупок мир. И в то же время показывает, как важно объединяться духовно. Эти кадры – уже история. Сентябрь 2003-го – первый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Никогда еще представители всех конфессий не собирались за одним столом. Символично, что диалог между ними сложился на казахстанской земле, объединяющей представителей 130 этносов и 17 конфессий. 19 лет назад в нашей столице, откуда и прозвучал призыв в сторону духовных лидеров объединиться, был заложен фундамент этой площадки. Начал функционировать ее рабочий орган – секретариат. Тогда межрелигиозный форум выступил как ответ перед нависшей над миром угрозой столкновения религий. Основанный на доверии и взаимоуважении, диалог между конфессиями стал инструментом для разрешения споров и противодействия терроризму. Идеи об укреплении мира, согласия и терпимости друг к другу, заложенные в создании съезда, нашли свое продолжение. Делегации стали встречаться раз в три года. Ко второму форуму духовных лидеров в Казахстане построили дворец мира и согласия. За круглым столом уже не 17 делегаций из 13 стран, как было в самом начале, а 43 представительства из 20 государств Европы, Америки, Азии и Африки. Итогом форума стала декларация, призывающая представителей всех вероисповеданий и этнических групп предотвращать конфликты на почве культурных и религиозных различий. Согласие, толерантность и взаимопонимание – истинная религия 21 века. Доверие к площадке возрастало, и чтобы принять участие в третьем съезде, в столицу прибыли 77 делегаций из 35 стран. Важно, что он проходил в разгар самого мощного мирового финансово-экономического кризиса. На четвертом форуме в 2012 состоялось первое заседание Совета религиозных лидеров. Через три года к делегатам присоединился Пан Гимун, занимавший тогда должность генерального секретаря ООН. Кадры, вошедшие в историю, где за безопасный мир вместе молятся мусульмане, христиане, буддисты, индуисты и не только приехавшие на шестой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Все действие происходит у только возведенного столицы монумента – стены мира, созданного в честь антиядерной программы Казахстана. С учетом нестабильной ситуации в мире, ожидание от седьмого съезда огромное. Представители разных взглядов будут вести диалог. Не только слушать, но и слышать друг друга. Камила Тастамбекова, Хабар, 24.